В 2013 году студенты и преподаватели МГТУ имени Баумана начали разработку родстера «Крым». Предполагалось, что это будет недорогая открытая машина спортивного толка, построенная на агрегатах ВАЗовской Гранты. С того момента свет успели увидеть два ходовых прототипа, значительно отличающихся друг от друга. А в последние два года команда разработчиков трудится над третьим прототипом молодежного спорткара. Рассказывая о ходе работ газете «Ру», руководитель проекта Дмитрий Онищенко позволил себе несколько откровений. По его словам, уже этой осенью коллектив проекта выпустит первую опытно-промышленную партию родстеров. Для сертификации малой серии нужны три автомобиля. И в случае успеха бауманцы готовы выпускать до 200 экземпляров ежегодно. Правда, оптимистичные отчеты крымчан вызывают недоумение. Как минимум потому, что АвтоВАЗ не давал своего согласия на прямую отгрузку узлов и агрегатов. Без таких договоренностей закупать компоненты придется на общих основаниях. И тогда стоимость готового автомобиля окажется неподъемно высокой. Также непонятна стратегия продвижения, продаж и гарантии. Совершенно не факт, что этим захочет заниматься марка «Лада» и ее дилеры. И еще об одном студенческом проекте. Ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей помогут автозаводу «Урал» создать идеальный грузовик для северных территорий. Более того, первый прототип такой машины сейчас проходит испытания холодом. В основе этого автомобиля лежит шасси классического трехосного «Урала» 4320 6х6, оборудованного турбодизеля «ЯМЗ-536» мощностью 240 сил. А вот модульный каркасно-панельной кабиной поделилось армейское семейство «Мотовоз М». Другая новость грузового толка пришла от марки «КамАЗ». Так, совместное предприятие российского грузового автогиганта и китайской компании «Вейчай Пауэр» заметно увеличило план выпуска продукции на текущий год. Это значит, что китайские моторы будут чаще ставиться на грузовики «КамАЗ» и автобусы «Нефаз», а также активнее отгружаться сторонним покупателям. Что касается строительства двух новых литейных заводов, расположенных в Казахстане, то оно продолжается без пауз. Сейчас туда поставляется и монтируется необходимое оборудование. Для справки, оба завода будут выпускать комплектующие для «КамАЗов» поколения К5.